всем привет рассматриваем очень-очень нафаршированную погодную станцию или метеостанцию домашнего типа вот такой вот коробочки называется kk moon бренд но как кокаина модель почему-то нигде не написано просто kk moon я знаю бренд он частенько выпускает много разных товаров я даже у брата такого бренда автомагнитола мы ему купили как-то раз смотрим что у нас внутри внутри у нас беспроводной внешний датчик температуры влажности так это сама базовая станция инструкция и блок питания включен в комплекте вот такой вот внешний датчик он открывается вот так вот раз и здесь вставляется две батарейки либо аккумулятора типа а а также из кнопочки можно переключать между градусами цельсия и фаренгейта вот или же выбирать канал первый второй или третий какой-либо изоляции от воды я не вижу здесь не проклад ничего нет несмотря на то что как бы сама крышка так сделано что как бы сверху вроде бы заливаться не должно но тем не менее какой-то водонепроницаемости четкой я не вижу блок питания вот такой вот с евро розеткой на выходе на дает четыре с половиной вольта 150 миллиампер четыре с половиной странно довольно цифра почему не 5 я не знаю можно ли 5 использовать вместо четыре с половиной вот но штекер довольно таки и часто я встречал такого типа тонкого можно приобрести продается если вдруг сломается и провод длиной полтора метра это хорошо инструкция кстати говоря на разных европейских языках вот включая даже русский язык руководство пользователя и переведено нормально все то есть все читабельно не в кутом google перевод нормально все понятно как настраивать и что делать вот и сама такая вот станция спереди похоже на планшет кей кейму вот бренда под низом прод микс сразу два бренда это конечно странно честно говоря вот все здесь вы кстати сбоку втекается блок питания можно от блока питания запитывать и тогда будет постоянно гореть подсветка экрана либо можно батареечек двух тоже стандарта а а пальчиковая обычная и тогда подсветка не будет гореть постоянно экран будет выключен в основном и видно что то видно будет только самое-самое вблизи вот можно одновременно и батарейки и блок питания я пробовал ничего не взорвалась в принципе работает все хорошо органы управления представляют из себя вот восемь кнопок на задней панели здесь кстати динамик еще есть будильник звенел можно подвесить нашу руб на стену не проблема либо же использовать ножку и еще одна кнопка есть которые так не видно но она есть а именно сенсорная как бы часть вот этого пластика сверху допустим когда нужно подсветку зажечь вот так вот тап и она зажигается либо же когда будильник звенит тут снув написано тоже такой трасс он притягнет на пять минут даст вам еще чуть-чуть поспать если сказать какие размеры это внешний датчик 9 и 5 на около пяти и 2 и 5 примерно толщина а этот вот планшетоподобный 18 5 на 10 7 на 3 сантиметра толщина настроить и включить легко берем батареечки один комплект для внешнего датчика включаем туда втыкаем согласно полярности 1 2 вот индикатор красненький еще есть иногда мигает когда передаются данные и мы видим здесь показать температуры показания влажности и такой значочек заряд батареи который говорит о том что я ставил не очень хорошие батареечки ну да да ну не заряжал эти аккумуляторы так она есть сюда тоже вставляем две штучки одну и вторую и закрываем вот он пикнул подсветка говорит восемь часов восемь секунд говорит подсветка после этого она гаснет и ничего не видно вообще вот то есть видно но скажем так с расстояния там 50 сантиметров и все и нужно так вот так сверху тогда видно ну и сейчас установлю все нажали кнопочку сзади и вот тоже сзади неудобно когда сзади как бы на ощупь приходится щупать так 17 год 12 месяц так день сегодня 25 понедельник и на английском языке недели пускай называется двадцать четырех часовой формат времени время так сколько времени сейчас 15 часов короче поставим на 15 часов там где-то примерно вот это смещение времени моем случае это плюс один но от немецкого времени потому что часы по ночам умеет синхронизироваться по радиочастоте который в германии передатчик стоит я ставлю один для моего часового пояса и вот мигает а можно корректировать прогноз погоды а также можно корректировать давление может самому чуть больше меньше поставить и выбрать единицы там мили бары либо дюйм ртутного столба и вот так вот все выглядит в рабочем состоянии постоянно горит подсветка если вы воткнули в розетку задействует блок питания видим что здесь много чего анимированная вот этот значочек погода анимированный потом он давление постоянно столбики туда-сюда ездит и здесь у стрелочки все вот если температурах скажем внутри помещения изменяется растет или падает стрелочка это все показывает то же самое важная стрелочка температура внешнего датчика и влажность внешнего датчика тоже стрелки они либо вниз либо вверх либо ровненький означает что ничего не изменяется но и столбики давления даже если будут расти столбики будут здесь больше либо меньше становиться вот здесь фазы луны показаны время цифра довольно крупная здесь около трех сантиметров цифра времени поэтому видно очень хорошо с большого расстояния а цифра температуры примерно 1,7 сантиметра высоту тоже принципе достаточно хорошо видно углы обзора по бокам нормальные слева справа нормалек чуть сверху уже как бы такого-то момента вот она потом плохо плохо а потом опять в принципе хорошо инвертированно становится окружающего угол обзора снизу когда вы стали где-то высоко на полку то вот так не годится то есть это погодная станция должна стоять где-то на столе но максимум на уровне груди скажем так не выше потому что иначе угол обзора будет плохой но лучше всего вот как сейчас на столе а вот это вот смещение в часах я сначала думал как это в инструменте написано часовой пояс на самом деле это не часовой пояс это смещение от центральной европейского времени для того чтобы часы правильно синхронизировались по радиус сигналу затем можно подкорректировать какая прогноз погоды ожидается в течение ближайшие 12 или 24 часов можно даже подкорректировать значение атмосферного давления или даже можно выставить единицы измерения этого давления миллибары они же гекта паскали либо дюйма ртутного столба я не миллибары там около 1000 примерно тусуется как-то более понятно а внешний датчик своей подсветки не имеет вот у него экранчик без подсветки там температура влажности и состояние батареи если она разряжена там значочек появляется и здесь такая красная лампочка периодически моргает когда идет синхронизация с базовой станцией и вот канал номер один это этот датчик еще можно два таких датчика прикупить и станция может временно работать с тремя датчиками прикольная станция мне нравится и внешне симпатичная я кстати постоянно использую именно блока питания несмотря на то что постоянно включено экран горит как бы ну не напрягают по ночам нормально заодно работа как такой небольшой ночник который освещает там немножко полутон часть комнаты вот точностью температуры и влажности все в порядке я сравнивал с другими станциями и термометрами и все нормально а вот внешний датчик честно говоря прибрихивает он занижает температуру на 0 7 градусов вроде немного но как бы для меня это много например я как бы за эти деньги хотел бы все-таки большую точность потому что у меня были другие погодные станции которые стоили дешевле раза два но показывали более точно как бы не знаю где они смогли накосячить в этом месте но факт есть факт но 0 7 градусов именно моя вот эта штучка занижает температуру во всем я доволен как бы красиво и функционально фазы одной особо не нужны поэтому такая лишняя фишка но все остальные показания включая давление его тренд температуру очень-очень хорошо и на то что я не хотел от этой станции всем спасибо за внимание всем пока